Альхамду лилляхи роббил ааламин, ассалату ассаламу аля ашрафил анбия и вальмурсалин, набии на Мухаммадин, ва аля алихи ва сахпихи ва маних тадаби гадихи и ла яумиддин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. Рад вас приветствовать на передаче «Наследие пророков». Сегодня мы, по милости Аллаха, приехали к уважаемому шейху Мусаиду Ат-Тайяру Хафиллаху Аллаху Та'аля. Мы первый раз встречаемся с шейхом, но уже довольно-таки давно хотели встретиться и записать уроки. Шейх является большим специалистом по Тафсиру и среди студентов, среди тех, кто изучает Коран, изучает Тафсир, это как бы мало кто его не знает. Это профессор по Тафсиру, и он преподаватель в университете Марик Сауд. Давайте поприветствуем шейха. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, шейхам. Приветствуем вас, шейх. Я приветствую вас. Мы рады встрече с вами, шейх. Благодарим вас за нее. Я также премного благодарен вам за ваши отношения и за способствование распространению знания о Тафсире, толковании Корана в вашей местности. Да воздаст вам Аллах благом, шейх. Если вы позволите, мы приготовили несколько тем. Пожалуйста. Первая тема – это неспослание Корана на арабском языке. И какое это имеет значение при его толковании? Что касается науки о толковании Корана и ее связи с арабским языком, то мы можем сказать, что основа состоит в том, что понимание Корана, неспосланного на языке арабов, берется из того, на что указывают слова в этом языке, и того, каким способом они используются в нем. Суть этого состоит в том, что подавляющая часть Корана понимается на основе арабского языка. Поэтому, если мы посмотрим на источники толкования Корана, например, толкование Корана Кораном или Сунной, или словами сподвижников, или словами табиинов и их учеников, а также толкование, которое нуждается в передаче сообщений, таких как причины неспослания аята и так далее, то обнаружим, что в большинстве случаев имамы связывали это толкование с арабским языком. Суть этого в том, что Аллах, субханаху тааля, облегчил нам Коран, сделав его на арабском языке, а также сохранил для нас этот язык. Поэтому ученые занимались сохранением арабского языка, заучивая поэзию арабов и другие тексты, которые помогают понять Коран. Таким образом, связь между Кораном и арабским языком проявляется при его толковании. Невозможно заниматься толкованием Корана, кроме как при помощи арабского языка. Поэтому ученые из числа сподвижников, табиинов и тех, кто пришли после них, указывали на важность арабского языка в понимании Корана. В самом начале этой темы, наверное, следует упомянуть важное примечание, а именно то, что всякий источник толкования Корана, который не опирается на язык арабов, не принимается в расчет. Это основа. Любое толкование Корана, которое опирается на термины или на другие языки, как, например, кто-то может сказать, что такое-то слово может быть понято через арамейские, а сирийские или коптские языки, не может быть принято. Потому что Аллах не спослал Коран на ясном арабском языке. И наличие этих текстов откровения на арабском языке указывает на то, что невозможно их понять, кроме как через понимание этих слов арабами при разговоре. Некоторые неарабские названия или те слова, которые считаются неарабскими, в итоге оказываются словами, о которых арабы знают. То есть они использовали эти слова и знали о них. В качестве примера мы можем привести слово «компьютер». Это неарабское слово. Однако оно распространилось среди арабов и стало известным. Никто не может сказать, что такое компьютер. Все знают значение этого слова. Мы также можем употребить слово «хасиб», которое принято среди арабов. Таким образом, у нас есть арабское слово этого предмета и неарабское. Оба они используются одинаково. Это одна из тем, которая поднимает вопрос проникновения иностранного слова в язык, вследствие чего оно начинает употребляться в обиходе и становится известным среди людей. И то, что люди в своей речи используют одно иностранное слово, не значит, что их язык стал иностранным. Да. Да благословит вас Аллах, шейх. Вторая тема – это толкование Корана в первые века. Эта тема очень важна. Любая наука, которую мы хотим обсудить, разъяснить то, что в ней содержится, какие этапы она прошла, требует разбора трех важных взаимосвязанных пунктов. Первый пункт – это история науки. Это та тема, которую ты сейчас поднял. То есть, какой была наука о толковании Корана в самом начале, во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников, затем табиинов и их учеников. Второй пункт – это методология. То есть, у этой науки есть своя методология. Как мы можем ее понять? Откуда мы ее берем? Третий пункт – это терминология науки. То есть, мы знакомимся с терминами, которые используются в данной науке учеными, начиная с эпохи сподвижников. Эти три важных пункта присутствуют во всех науках. Ты нуждаешься в том, чтобы изучить историю науки, ее методологию и терминологию. Разумеется, если ты освоишь это, то сможешь перейти на следующий уровень, в котором поднимается вопрос связи изучаемой науки с другими науками с точки зрения истории их развития или методологии или терминов. В этой науке о толковании Корана есть пересечения с другими науками, такими как фиқ, усулюль-фиқ, наху, балага и так далее. Чуть позже будет упомянуто, как эти науки пересекаются с наукой тафсир, и каким образом эти науки оказались в книгах по тафсиру. В первом поколении, как это известно, сподвижники, да будя доволен имя Аллах, будучи арабами, понимали речь Аллаха, субханаху та'аля, поскольку она является арабской. Также они были свидетелями ниспослания Корана. Они знали, по какой причине было ниспослано то или иное обращение, что подразумевается под таким-то аятом. И несмотря на то, что между ними были незначительные разногласия, все они, в конце концов, присутствовали при ниспослании аятов. Например, сура «Ат-Тауба» рассказывает о событиях, произошедших в военном походе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, на Табук, направленном против римлян. И те из подвижников, которые там присутствовали, знали об этих событиях, когда читали эти аяты. Они знали о лицемерах, упомянутых в этой суре, знали о тех людях и группах, которые также упомянуты в ней. Их присутствие во время ниспослания аятов, считалось из основных источников знаний. А если они что-то не понимали в аяте, то обращались с вопросом к пророку, саллаллаху алейхи ва салям. В большинстве случаев у сподвижников не было вопросов по аятам. И то, что вопросы возникли у тех, кто пришел после них, не означает, что эти темы были проблемными у сподвижников. Если бы они были проблемными, то они спросили бы об этом. Также сподвижники передали науку Тафсир и другие науки, которые связаны с ней табиином. Табиины посещали уроки по Тафсиру. Когда они были на этих уроках, то стремились понять речь Аллаха, субханаху ва тааля. А некоторые табиины специализировались на науке Тафсир. Например, табиин по имени Икрима известен лишь по науке Тафсир. Также муджахид известен лишь по знаниям в области Тафсира, а он тот, от кого взят один из кираатов, то есть видов чтения Корана. Абдуллах ибн Кафир передал от муджахида, который передал от ибн Аббаса, который передал от Убайя ибн Кааба, который передал его от пророка, салаллаху алейхи вассалям. Это цепочка кираата ибн Кафира. Но несмотря на это, муджахид не был известен знаниями о кираатах, подобно тому, как он был известен знаниями о Тафсире. Таким образом, некоторые люди из числа сподвижников табиинов и их учеников занимались этой наукой и стали специалистами в ней. Поэтому наука Тафсир была самостоятельной наукой уже со времен сподвижников. Она имела особую важность в первые три поколения уммы. В эпоху табиинов началось составление трудов по Тафсиру. Сегодня мы можем сказать, что первым сочинением по данной науке была книга Муджаида, в которой были собраны вопросы, адресованные Ибн Аббасу. Записывали ли другие табиины от Ибн Аббаса? Ответ – да. Однако мы не знаем, кто именно этим занимался. Что же касается Муджаида, то есть прямые тексты, свидетельствующие, что он записывал от Ибн Аббаса. Это первый этап науки Тафсир. Мы видим, что в ту эпоху было мало разногласий, которые бы являлись взаимоисключающими. Их толкования были собраны, и сегодня нет такого муфассира, чьи толкования по каждой суре мы не могли бы собрать, даже если эти толкования не охватывают всю суру целиком. Таким образом, это первый этап. Этап начала становления науки Тафсир. Он охватывает эпоху пророка, саллаллаху алейхи ва селлям, сподвижников, табиинов и их учеников. И как мы сказали ранее, на этом этапе началось толкование Корана, и на этом этапе возникла идея написания трудов по этой науке. Если мы вернемся к вопросам табиинов к сподвижникам, то сможем представить картину из тех отрывков, которые они просили сподвижников разъяснить в те времена. То есть мы увидим те проблемы, которые поднимались тогда. Также мы можем это обнаружить в их Тафсирах, то есть табиинов. Их толкования указывают нам, чему они уделяли внимание. Также, относительно этого этапа, есть один вопрос, на который мало обращают внимания, несмотря на его большую важность. Табиины и их ученики очень часто передавали толкования сподвижников, не указывая на них. Например, Муджахид, Икрима, Саид ибн Джубайр, Таус, Муфтий Мекки, Ата, все они являются крупнейшими учениками Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах. Они передавали его толкования, но в то же время не упоминали то, что это его слова. Есть огромное количество толкований, которые передают табиины, но они не принадлежат им, а принадлежат их шейху. Они уверовали в это, подтверждая его слова и передавая их другим людям. Но вместе с этим, это толкование передается как толкование табиина. То же самое касается некоторых толкований сподвижников. Они взяты от пророка, салаллаху алейхи ва салям. Это касается и сподвижников. Таким образом, следует обратить внимание на решение проблемы, связанной с толкованием на этом этапе. То есть эти толкования могут быть переданы от другого, а говорящий не упоминает об этом. И это остается в виде научного вопроса, на который необходимо обращать внимание. Все это дает нам понимание важности науки Тафсир в первые три поколения. Сподвижников, табиинов и их учеников. Изучить это можно лишь через разбор и исследование. Тот, кто читает предания салифов, видит это. Также следует обратить внимание на следующий вопрос, касающийся начального этапа науки Тафсир. Ты практически не можешь отличить толкование Ибн Аббаса от, например, толкования Ибн Мас Ауда. Отличить толкование Ибн Мас'уда или Ибн Аббаса от толкования Муджахида. Отличить толкование Муджахида, Ибн Мас'уда или Ибн Аббаса от толкования Мукатиля, Дахака, Ата Аль-Хурасани или Ата Ибн Абирабаха. Почему? Потому что методология и источники толкования у них были одни и те же, а выражений было мало. Если мы посмотрим на эти толкования без имен авторов, то мы не сможем сказать, что какое-то толкование принадлежит такому-то ученому, а такое-то такому. В итоге мы можем сказать, что это, то есть невозможность в развлечении между авторами толкований, является отличительной чертой на данном этапе науки Тафсир. Разногласия в толкованиях, которые встречаются в книгах тех, кто пришли после, можно отличить друг от друга и отнести к их владельцам, если известно об их стилях, методах. То есть, если ты можешь отличить стили Ат-Табари, Аль-Куртуби, Аль-Байдави, Аз-Замахшари и других, то увидев чью-то их цитату, ты сможешь отнести ее к ее автору. Эти слова похожи на слова такого-то ученого, а эти на такого-то. Что касается толкований салифов, то ты не можешь так сделать. Эта отличительная черта указывает нам на то, что их источник и методология толкования были едиными. Данный вопрос является очень важным. Методология салифов была едина, и их источник был одним, чего не скажешь о тех, кто пришел после первых трех поколений. Да благословит вас Аллах, шеих. Вы упомянули несколько имен табиинов, которые были учениками Ибн Аббаса. Я полагаю, что Ибн Аббас считался самым знающим науку Тафсир, так ли это? Да, правильно. А кто еще из подвижников занимался толкованием Корана, шеих? В книгах, в которых переданы толкования салифов, мы находим Али ибн Абиталиба, Умара ибн Аль-Хаттаба, Убайя ибн Ка'ба, ибн Мас'уда, ибн Аббаса. Большинство толкований аятов переданы от этих пяти сподвижников. Если мы, хотя бы примерно, упорядочим их по количеству передач, то на первом месте будет Ибн Аббас, затем Ибн Мас'уд, затем Али, затем Убай и затем Умар. Это последовательность по количеству передач. Что касается других сподвижников, то у них тоже есть толкование. Но не в таком количестве, как у этих. Однако, несмотря на это, мы не говорим, что они не знали науку Тафсир, или что они не знали смыслов аятов. Нет. Мы здесь говорим о передачах. Рассматривая количество передач, мы получаем такой результат. Но если мы спросим, кто самый знающий человек в этой уме после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ответ будет Абу Бакр. Это единогласно. Но передано ли от Абу Бакра большое количество толкований аятов? Ответ нет. Разумеется, это по причине его занятости на посту халифа, занятости делами мусульмана и по причине его ранней смерти. Что касается Ибн Аббаса, то он жил долго и был занят Тафсиром. Люди приходили к нему с разных краев. Обстоятельства, в которых находился Ибн Аббас, отличаются от тех, в которых находились Умар ибн Хаттаб, Убай ибн Каб и другие. Таким образом, мы говорим о том, от кого больше передано толкований, а от кого меньше. Но не о том, кто является самым знающим в уме в такой-то сфере. Почему мы говорим так? Потому что, когда возникает этот вопрос, начинающий студент обращается к некоторым трудам и затем, упорядочивая толкователей Корана, говорит, первый, Абу Бакр Ас-Сыддик. Безусловно, если мы спросим, были ли у Абу Бакра знания в области Тафсира, мы скажем, да. Однако, если мы посмотрим на количество передач от него, то обнаружим, что их мало. Этот вопрос относится к научным границам, и я стараюсь их четко определять. Научные границы предполагают отстранение от обобщенности и неясности. В данном случае, если мы спросим, есть ли от Абу Бакра много передач в области Тафсира, ответ нет. Но то, что он не занимался толкованием Корана, не означает, что он не понимал смысла его аятов. Некоторые люди связывают между этими двумя понятиями. А причину, по которой Абу Бакр не занимался Тафсиром, мы упомянули недавно. Это же касается других сподвижников. Основа в том, что сподвижники, да будет доволен имя Аллах, понимали смыслы слов Всевышнего Аллаха. Однако передачи от них бывает немного. Также отметим, что поколение табиинов было разным. Среди них были те, кто учились и в Мекке, и в Медине, и в Басре, и в Шаме, и в Араке, то есть в Куфе. Среди учеников табиинов были даже те, кто происходили из местности Бальх. Три толкователя Корана были из Бальха. Это Мукатиль ибн Хайян, Мукатиль ибн Сулейман и Дахак ибн Музяхим, который был до них. Таким образом, трое толкователей были из Бальха. Этот город сегодня является территорией Афганистана. Это указывает на то, что наука Тафсир дошла до этих земель еще в ранние века. Например, Дахак ибн Музяхим был из числа учеников табиинов. Он умер в 105 году хиджрой. В это время жил, например, Муджахид, который умер по одной версии в 105, а по другой в 104 году хиджрой. То есть они жили в одно время. Бахак жил среди табиинов, но не встречал сподвижников. Мукатиль ибн Сулейман и Мукатиль ибн Хайян тоже были учениками табиинов. Все это указывает на высокий уровень этой науки, который был в этих местностях. То есть науке Тафсир. Человек из Бальха был ученым науке Тафсир. Если мы захотим подробно упомянуть вопросы, касающиеся Тафсира и его начала, а в особенности разобрать его этапы, то нам надо будет затронуть множество тем, что удлинит наш разговор. И я надеюсь, что то, что мы упомянули, достаточно, иншаллах. Шейх, расскажите о начале составления трудов по Тафсиру. Ранее мы указали на то, что первый труд в исламе, составленный по науке Тафсир, принадлежит Муджахиду, в котором он собрал толкование Ибн Аббаса. Ибн Аббас умер в 68-м году хиджрой. Также упомянем, что он в конце своей жизни запрещал записывать от него что-то. Таким образом, Муджахид написал этот Тафсир в ранние века. Для того, чтобы узнать, когда примерно Муджахид написал этот труд, нам необходимо узнать, когда произошла его встреча с Ибн Аббасом. Это указывает нам на то, что это произошло очень рано, примерно в 50-е годы по хиджре. То есть примерно с 50-х по 60-е годы он написал это толкование Корана. Обратите внимание на то, что в 50-е годы еще не было составлено трудов по другим наукам. Данный труд содержал в себе исключительно толкование Ибн Аббаса. Если мы изучим тему составления трудов по пророческой сунне, то обнаружим, что их составление началось намного позже, чем составление трудов по Тафсиру, как об этом упомянул Аль-Азуми. Если не считать книгу Ас-Сахифа Тус-Садика, которая принадлежит сподвижнику Абдуллаху Ибн Амру. Все это указывает на то, что наука Тафсир была самостоятельной наукой, начиная с эпохи сподвижников, да будет доволен имя Аллах. Более того, на эту науку указал сам посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, когда сделал дуа за Ибн Аббаса. Он сказал, «О Аллах, даруй ему понимание в религии и обучи его толкованию Корана». Также есть другие составленные труды, например, то, что написал Саид ибн Джубаир. Он составил труд для Абдул-Малика ибн Маруана, попросил составить труд по Тафсиру до 68-го года хиджры. То есть, Ибн Аббас умер в 68-м году хиджры, а он в 86-м году хиджры. Саид ибн Джубаир умер в 93-м году хиджры. Обратившись к трудам, я могу с уверенностью сказать, что Абдул-Малик ибн Маруан попросил составить труд по Тафсиру до 68-го года хиджры. Таким образом, Саид ибн Джубаир написал труд по Тафсиру для Абдул-Малика ибн Маруана до 68-го года хиджры. Все это было в первое столетие уммы. Затем, идя дальше, мы обнаруживаем, что ученые начали составлять труды по данной науке, которые назывались «Аннуса хуттафсирия» рукописи толкования. В большинстве случаев эти рукописи представляли собой передачу толкований от одного человека или нескольких. К примерам таких трудов относятся Тафсир Калтады, Тафсир Муджахида, Тафсир Ибн Аббаса и так далее. Таким образом, первые рукописи, в которых собраны толкования аятов, датируются эпохой табиинов, а в эпоху учеников табиинов этих трудов стало еще больше. Затем, после учеников табиинов, пришло следующее поколение, среди которых были Ахмад ибн Хамбал, Аль-Бухари, Муслим, Аль-Тирмиди, Абд ибн Хумейд, Саид ибн Мансур, Абу-Убейд Аль-Касим ибн Салам. Эти ученые представляют собой поколение, жившее с 200-го по 300-е годы хиджры. Это было великое поколение, передавшее многочисленные передачи толкований Корана. Все они были записаны в отдельных рукописях толкований. То есть у каждого ученого была своя рукопись. Да благословит вас Аллах, шейх. Не могли бы вы рассказать о начале написания полноценных тафсиров Корана? Первый полноценный тафсир Корана это тафсир, написанный имамом Ат-Табари, да помилуйте его Аллах. Он называется Джами'у-ль-Баян Лит-Тавили Ай-Ил-Кур'ан. Таким образом, это первая полноценная книга по тафсиру. Что касается упоминания тех тафсиров, которые были до него, таких как тафсир Суфьяна Ат-Таури, тафсир Суфьяна Ибн Ауэйны, тафсир Катады, тафсир Ас-Чайбани и других, то это были либо просто передачи их мнений, либо лично их передачи. То есть, они были теми, кто передавали эти рукописи. И это касается всех тафсиров, которые были до тафсира Ат-Табари, которые были в эпоху табиинов их учеников и учеников их учеников. Таким образом, в первые три поколения тафсиры относились либо к тем, чьи мнения упоминались, либо к тем, кто передавал и записывал чьи-то мнения. Также были сборники, например, Абдул-Разяка, Ас-Сан'Ани и других. Когда же пришел Абудя Афар Ат-Табари, то он написал первый полноценный тафсир Корана, который вобрал в себя толкование салифов. То есть он собрал все эти передачи и записал их в одну книгу. Это был первый полноценный тафсир с названием. Каждое слово в названии этого тафсира имеет свой смысл. Он называется джами'у-ль-баян лит-тауили ай-ль-кур'ан То есть сборник, в котором разъяснены толкования аятов Корана. Также это был первый тафсир, в котором были упомянуты вопросы, связанные с языковыми смыслами Корана. Также это был первый тафсир, в котором были подняты те научные вопросы, которые упомянуты в аятах. Например, в нем содержатся полноценные научные разборы вопросов по фикху, ахиде и т.д. Этот тафсир знаменует собой начало написания полноценных толкований Корана. После этого ученые начали писать постепенно труды по тафсиру, которые отличались друг от друга по методологии и стилистике. Например, ибн Абихатим написал тафсир, в котором опирался на передачи салифов. Также написал тафсир. И далее учеными было написано множество тафсиров. Некоторые опирались на цепочку передатчиков, а некоторые нет. Затем пришло поколение ученых, также относящиеся к раннему этапу развития тафсира, которые занимались теми науками, которые были связаны с наукой о тафсире. Тафсир а-табари считается самым лучшим толкованием Корана. Разумеется, а-табари, как его описывают, считается имамом всех ученых тафсира. Тафсир а-табари безусловно является огромной кладезью знаний. Однако тот, кто читает его, должен знать, как ему извлечь из него пользу. Обычные люди нуждаются в таких толкованиях, в которых употреблены простые выражения, которые бы являлись краткими, то есть которые бы доносили суть аята самым простым способом. Поэтому вы видите, что современные ученые стремятся донести до людей суть толкования сур-карана. Что же касается этих больших толкований, то обычные люди мало что смогут извлечь из них. Более того, даже начинающие студенты или те, у кого уровень чуть выше, не смогут извлечь из тафсира а-табари большую пользу. Однако всякий раз, когда уровень знаний человека будет подниматься, он будет извлекать из него пользы все больше и больше. Да воздаст вам Аллах благом. Последний вопрос. Шейх, почему мы должны уделять внимание тафсиру? Почему мы должны уделять внимание тафсиру? Потому что это первый этап понимания смысла в речи Аллаха субханаху и Тааля. После чего мы начинаем понимать, что хочет от нас Аллах. В Коране есть приказы, запреты, указания. Чтобы это все понять, нам необходимо знать тафсир. Мы должны освоить тафсир, а затем перейти к тому, что идет за ним. Приведем пример. Аллах сказал, ударь ногой. Вот прокладная вода для купания и питья. Если мы обратимся к толкованию с алифами слов топни ногой, то увидим, что под этим подразумевается топанье ногой по земле. То есть ударь ногой по земле вот так. Здесь Аллах рассказывает о пророке Аюбе алейхиссалям. Он был изнурен, болен. И Аллах приказал ему ударь ногой по земле, то есть топнуть ею. Безусловно, Аллах может вывести воду из-под земли и без участия Аюба алейхиссалям. Это подобно тому, как Аллах приказал Марьям потряси на себя ствол пальмы и на тебя вода для купания и питье говорит о том, что по причине удара ногой выйдет вода для купания. Некоторые суфии поняли из слов топни ногой значение танцуй. Это указывает на то, что они не поняли смысл слов аята. Приказ топнуть ногой по земле, который Аллах дал в определенном контексте, это одно, а приказ танцевать это другое. Если мы будем использовать этот аят в качестве аргумента в пользу дозволенности танцев во время зикры, которые практикуют суфии и другие, то это будет указывать на ошибку в понимании смысла данного аята. Это во-первых. Во-вторых, мы будем называть это действие шариатом, в то время как оно таковым не является. И неизвестно, чтобы пророк салаллаху алейхи и его сподвижники танцевали. Это не относится к их обычаям. Да воздаст вам Аллах благом, шейх. Да благословит вас Аллах. Остановимся на этом. Мы благодарим вас, шейх, и надеемся на продолжение изучения науки тавсир. Просим об этом Аллаха. Амин. На этом мы завершим нашу встречу. Всем баракаллафикум за внимание и до следующих встреч. Ассаляму алейкум архаматуллахи в баракалу. Станьте активным участником призыва на канале Аль-Гуда, став нашим постоянным спонсором. Для этого нажмите на кнопку «Спонсировать» под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. В зависимости от уровня вы получите дополнительные привилегии, в том числе и ранний доступ к некоторым видео на канале. Примите прямое участие в исламском призыве. Станьте участником канала Аль-Гуда.